всем привет друзья сегодня будет небольшой влог решила просто поснимать и давненько не было влогов сейчас я еду в магазин за продуктами покажу вам немножко цены у нас в магазинах магазин где всегда покупаю еду и не только еду вот куча разных дел у меня сейчас такие настроения не очень если честно у меня немножко проблемы не немножко а множко проблемы со здоровьем я не очень конечно хочу распространяться на эту тему но сами понимаете мозги забиты только этим последнее время диагноз никак не могут установить в общем то это болячки они уже меня просто надоели в общем оставайтесь со мной настроение так себе но будем его себе подымать так приехали сначала на такой оптовый базар тут яблоки картошка люди короче все берут мешками прямо но я взяла пару килограмм яблочек здесь и картошечки купим вот такие вот оптовики стоят так вот такой огромный короче у нас тут центр типа оазис у нас здесь куча магазинов самых разнообразных но меня интересует продуктовый сегодня так у нас там брукард есть но я нет настроения туда ходить этом частый гость в последнее время вообще не хочется ходить туда не знаю почему охладела я к хождению по парфюмерным магазинам так мы на месте это мой любимый магазин ну здесь конечно не только продукт начнем если хочешь по магазине захотел причесаться то как бы ничего тебе не мешает взял расчесался волосы свои стал на расческе и дальше пошел попробовал как она люди смотрят на меня и думают от этих блогеров развелось рассказывать что на камеру снимать все подряд никак не привыкну что все обращать внимание смотрят ну ладно кстати вот такие вот бальзамы появились я уже давно видела сейчас они еще и по скидкам у нас 64 гривны это почти три доллара короче вот такие понтин кто пробовал как вам вообще скажите для умывания лицам когда я умываюсь я никогда не вытираюсь полотенцами я всегда вытираюсь вот этими таким салфетками они такие плотные прям советую я смотрю на эти сумасшедшие цены не понимаю почему это так дорого стоит 350 гривен это по скидке так-то вообще почти 500 блин сколько это номера долларов 15 наверное за вот это почему так дорого вообще не понимаю я всегда покупаю вот эту туалетную бумагу очень классная реально литва очень плотно хорошая и недорогая это мое любимое дело один из любимых я все по дому делаю в перчатках у меня постоянно запасы мне по несколько пар дома стоят и я все время не упускаю возможность купить но честно скажу нет каких-то специальных хороших они все рвутся поэтому я сильно не парюсь какие по скидкам те и беру вот хорошие цены на somat хотя я somat не люблю я люблю больше финиш но взяла somat потому что по скидкам скидки наше все кстати очень классные штуки для чистки посудомойки реально эти таблетки я слышала их даже в стиралку бросают тоже чистит хорошую стиральку я про не пробовала но надо будет попробовать как кстати друзья что я недавно узнала какую подсказку могу дать смотрите здесь все короче какие-то штуки для машин здесь тряпки чтобы машины мыть это микрофибра и они стоят намного дешевле чем если вы будете например покупать в другом отделе тряпку из микрофибры понимаете поэтому вот обратите свое внимание у кого есть сельпо если вам нужна тряпка из микрофибры здесь постоянно покупаю в отделе для короче для автолюбить еще мой любимый порошок это вот этот рекс он так классно пахнет вот на мой вкус и ничем не отличается от персила который намного дороже тоже могу посоветовать своей кошке я всегда беру вот такой корм пурина это итальянский корм для стерилизованных котов она очень любит еще один мой любимый отдел это хлебный гречневый хлеб я очень люблю такие багеты все очень вкусно еще я всегда покупаю вот здесь утку или кролика то не такие упакованные утка у нас 95 гривен килограмм это короче это 5 долларов за килограмм вот так обычно выглядит наша тачка забита продуктами тратим мы где-то 100 долларов или 120 на неделю покупаем продукты вот я всегда беру с собой пакеты ну типа вот такие сумочки видите многоразовые потому что я ненавижу брать в магазинах эти кульки пластиковые потом не знаю что с ними делать посмотрите какая весенняя уже погодка у нас вообще класс солнышко такое вот чек вам покажу еще у нас как правило вот такие чеки все время в украине надо зарабатывать очень много денег для того чтобы кушать нормальную еду у меня здесь перед бачи не я все люблю читать закинчивать это еще распучала надо закинчивать с этим делом так друзья после того как мы сделали покупки у нас начинается квест найди мясо для шашлыка мы побывали уже в трех магазинах в мясных лавках и мясо нигде нету поэтому мы ездим и ищем у нас так вот всегда захотели сегодня вечером покушать шашлык надо найти нас поэтому еще так мы уже дома хотела показать утку которую я купила буду готовить ее завтра на моем втором канале я туда очень редко вы выкладываю рецепты но тем не менее там есть рецепт утки она на самом деле очень вкусно можете посмотреть кто испугался чека и кто жит в украине и вам кажется что это очень много денег мы потратили то я не увидела муж мой купил коньяк себе какой-то дорогой он все время покупать какой-то дорогой алкоголь поэтому да вот так вот а так в принципе да очень дорого вообще продукты дорогие и если мы хотим кушать свежие фрукты и овощи то это всегда дорого если мы хотим вот утку кушать хотя бы иногда да они только там какой-то стандарт в общем поэтому дорого но еще же купили все для посудомойки это тоже достаточно дорогостоящие разные средства и соль и таблетки и там жидкости разные у кого есть посудомойка вы знаете это достаточно затратно все прикупить я вам показываю сейчас шпинат я буду делать рис со шпинатом и немного для себя сделаю омлет со шпинатом тоже на моем втором канале есть очень такое вкусное и полезное блюдо кому интересно посмотрите ну что друзья будем заканчивать этот влог мы уже покушали и сейчас я буду мариновать мясо вечером мы будем жарить шашлык у нас гости это моя свекровь и свекр вот так ходила к врачу в общем то я и анализы не показали проблему поэтому мне предстоит долгое и не очень приятное и дорогостоящее обследование это все портит мне настроение но куда деваться такая жизнь не знаете берутся просто болячки неоткуда и приходится их лечить и было бы классно если бы лечить а так еще надо установить шо вону такая и как его лечить знаете ну короче не буду вас грузите пускай у вас все будет хорошо не болейте берегите себя и своих близких и пускай все будет у вас хорошо всем пока друзья